Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Приближается новый винодельческий сезон. И, конечно, перед многими, особенно перед теми, кто только собирается делать вино, встает вопрос, что же необходимо для того, чтобы сделать хорошее вино. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Итак, первое, на чем хотелось бы остановиться, это касается только виноградного вина. По фруктовым видам я, честно говоря, не знаю, я их не делаю, поэтому тут я ни специалист не скажу. И разговариваем мы с вами о вине из винограда. Так вот, забудьте про слово рецепт. Если вы встречаете рецепт, в общем-то, следует пройти мимо. Что я имею в виду под словом рецепт? Да, я сама употребляю это слово в заголовках, потому что для большинства все-таки приготовление чего-то ассоциируется именно с этим словом. И вот вы открываете какой-то из сайтов и видите, возьмите 5 килограмм винограда, 2 килограмма сахара. Возможно, кто-то там еще напишет воду, некоторые чуть ли не до 12 литров пишут, и будет вам счастье. Так вот, никогда вино так не делается. И вообще виноградное вино – это сброженный виноградный сок, который, в принципе, не требует добавления ничего. Да, в некоторых случаях мы можем добавлять сахар, в некоторых случаях мы можем добавлять воду. Об этом мы будем говорить отдельно в отдельном видео. Скажу только так, что добавляют в определенных пропорциях, и чтобы правильно рассчитать эти пропорции, нужно знать исходные данные по винограду, то есть его содержание сахара, его, может быть, содержание кислоты, а просто так вот любой виноград взять и добавлять к нему чего-то. Но это в корне неправильно. И что-то у вас получится, конечно, но это будет далеко не самый лучший продукт. Он у вас может получиться гораздо лучше. И, конечно, правильно было бы сказать о том, что у вина нет рецепта приготовления. Есть технологии, по которым готовится вино. Они есть более простые, скажем так, ну и усложненные. Об этом всем в этом сезоне мы с вами будем разговаривать. Ну и так плавно мы переходим к слову «хорошести». И теперь давайте зададим вопрос сами себе. Так что же такое хорошее вино? Вот просто спросите себя, потому что критерии могут быть разные. Ну, я считаю, что в первую очередь хорошее вино, оно должно быть вкусным. И вкусным для вас. Не для кого-то, кто пришел к вам в гости, и не для кого-то, кто даже, может быть, разбирается в вине вкус, и у всех разный. И это вино должно быть вкусным для вас. Я считаю, что хорошее вино должно быть запоминающимся и, ну, скажем так, отличным от какого-то другого вина, чтобы вы могли сказать, что да, вот это мое, оно мне нравится, оно имеет какой-то свой характер. Либо, наоборот, оно может быть похожим на что-то, что-то вам любимое, что-то вам знакомое. И для вас это тоже может быть хорошее вино. Хорошее вино, оно должно дарить эмоции, потому что, ну, например, для меня такой напиток, как вино, это, в принципе, эмоции. Конечно, оно должно быть, ну, скажем так, сделано качеством. Но, опять же, что такое критерий качества? То есть у него не должно быть резко посторонних запахов. Хотя с этим критерием тоже надо быть осторожным, потому что, ну, что такое посторонние запахи, что такое неприятные запахи. Некоторое вино, по-моему, даже рейслинг, если я не ошибаюсь, может иметь запах нефтепродуктов, может пахнуть кошачьей мочой. Согласитесь, что запах вроде бы не самый приятный, но, тем не менее, это считается хорошим и качественным вином. Поэтому этот критерий, ну, достаточно расплывчатый, но оно не должно пахнуть, там, мокрым картоном, мокрой тряпкой, ацетоном. И хотя тоже, ну, повторюсь, есть нюансы. И, например, тот же запах уксуса иногда может быть свиней, со временем уходить. Но если оно уже, там, горькое на вкус какое-то, то понятно, что это не совсем хорошее вино. И еще один критерий хорошести вина, который может кто-то упомянуть, это вино сделано из правильных сортов винограда. Как правило, ну, некоторые, там, виноделы, профессионалы, они считают, что вино должно быть изготовлено только из европейских сортов, а все остальное – это ерунда. Но об этом еще я чуть-чуть позже остановлюсь. Конечно, можно было бы еще продолжать, наверное, вот эти критерии, но я думаю, что достаточно. Так вот, вернемся к нашей фразе «хорошее вино не сделаешь без». И часто я слышу в продолжении «сера и дрожжи», добавление культурных дрожжей. Насколько это справедливо либо несправедливо? Существует несколько групп вин. Первый – это, скажем так, классические вина, в которые может добавляться сера, дрожжи, а также другие микроорганизмы, окислители, раскислители и много-много еще чего. Там подкормки различные, дрожжевые. Ну, это, скажем так, классические вины. Существует группа органических вина, но органические вина – там больше история про выращивание винограда. Сера там разрешается добавляться, хотя, по-моему, если вино под маркой «Органик» попадает на рынок США, то серы там быть не должно, либо совсем в микродозах. Это уже надо смотреть вот эти допуски. Дальше есть вино «Биодинамика». «Биодинамика» – это тоже и про вино, и про само виноградарство. Там определенные всякие есть критерии, по которым виноград должен быть выращен. И «Биодинамика», конечно, она не признает культурные дрожжи. Это только дикие дрожжи, серы, может быть добавлено небольшое количество, только на последнем этапе, на этапе перед розливом, для того, чтобы вино стабилизировать при транспортировке. И еще одна группа, они могут немножко включать друг друга в себя. Это натуральные вина. То есть натуральные вина, там вообще считается, что все процессы естественны, минимальное вмешательство, из вина ничего не убирается и ничего не добавляется. То есть серо-дрожжи – это не про них, там ничего нет. Значит, что говорят про эти вина? Говорят, что они нестабильны, они долго не хранятся. Это всегда там может быть сюрприз. Я сейчас возьму себе шпаргалочку, потому что я не помню всех этих параметров. Значит, есть такое натуральное вино Кассот де Мальолес. 15 лет выдержки. Цена вообще вина этой фирмы – 26 английских фунтов. Я подсматриваю, потому что не помню все цифры. 17-й год урожая – белое, 26 английских фунтов. Вино 13-го года красное – 54 английских фунта. И серы они не добавляют вообще, при том, что на сайте вот этих вот натурал вайн они описывают даже процессы, что там было яблочно-молочное брожение, в том числе и в белом вине. И пишут, что вот серы никакой, при этом максимально ручной сбор и все остальное. Дальше известный такой биодиномист Николай Жоли. Понятно, что тоже он делает вина на диких дрожжах. В России продается его вина. Цена от, ну, из того, что я нашла, от 3145 российских рублей до где-то 11500. То есть в долларовый диапазон – это приблизительно от 40 долларов до где-то 180. Исходя вот из вышесказанной фразы, что хорошие вина нельзя сделать без серы и дрожжей, то вот хочется спросить, неужели вина за 50-200 долларов, они плохие? Ну, Николя Жоли, персоны с мировым именем, и я вам назвала уже приблизительной стоимостью его вин. Назвать их плохими, наверное, не поднимется рука, не поднимется язык. Ну, и последнее, как бы, в плане вот этих критерий хорошести, я вам приведу такой пример. Представьте, что у вас вырос виноград, вы его собрали в хороший сухой день, все было чистенько, все ягодки чистенькие, там ни гнильцы, ничего, вы аккуратненько его перебрали, раздавили в чистенькой посудке, поставили бродить, да, и, ну, ничего не добавляли, ни серу, ни дрожжи. И, представим, второй случай, шли дожди, ваш виноград погнил, он там, ну, в обыкаком состоянии, да, есть ягоды гнилые, есть ягоды там нормальные, все это вместе после дождя смешали, оно еще может быть недозревшее, все в один чан скинули, добавили туда дрожжи, добавили туда серу. Скажите, пожалуйста, какой из этих вин будет лучше? Ну, согласитесь, что критерий добавления дрожжей серой совершенно не говорит о какой-то хорошести вина. Это всего лишь может быть помощь некоторым виноделам, которые считают, что это добавлять нужно. Кратко вообще, для чего добавляются серые дрожжи. Значит, сера – это антиокислитель, раз сера на некоторое время приостанавливает действие диких дрожжей, чтобы запустить, смогли начать свою работу дрожжи культурные, и сера убивает некоторые ненужные микроорганизмы, кстати, далеко не все. Ну, таким образом стабилизирует вино. Это кратко, более подробно про серу будем говорить. Что такое культурная дрожжа, значит, чистая культура, которые были выведены специально в лабораториях, есть очень различные штаммы для определенных целей. Да, с одной стороны, они дают стабильное предсказуемое брожение, с другой стороны, более того, они могут придать определенные ароматы вину. Это правда, тоже подробно будем еще говорить о дрожжах, пока я очень кратенько. Но в чем минус? То есть вот они придают какую-то свою определенную ароматику, и вина становится безликим, и вина становится похожее одно на другое. То есть стирается вот это вот сырье, стирается туруар, если мы вообще говорим о каком-то таком большом виноделии. И это больше работа дрожжей, нежели работа вот той ягоды, которую мы растили на это вино. И подводя итог всему вышесказанному, так что же нужно для хорошего вина? Первое, что нам нужно для хорошего вина, это хорошее сырье. То есть я под хорошим сырьем понимаю, виноград вызревший, нормально созревший, нормально набравший сахар, нормально, если это красные сорта, набравший фенолов, танинов и всего остального. И помните, я говорила некоторое время назад о том, что некоторые считают, что хорошее вино, оно должно быть сделано из правильного винограда, то есть европейских сортов. Из правильного, да, европейских, я считаю, что нет. Это мое мнение, как бы вы можете с ним согласиться, либо не согласиться. То есть, например, делать вино из столового винограда, ну, не совсем хорошо. Но что касается всего остального, европейские сорта, большинство из них, из этих сортов, известных в мировом виноделии, они не подходят для наших регионов, в частности для Беларуси. Они слишком поздние, они не успевают у нас созревать. Поэтому от того, что мы их посадим у нас, и они у нас не созреют, вино наше не станет лучше. Хорошее вино получается из созревшего винограда. И поэтому нам надо подбирать те сорта, которые адаптированы для наших условий, которые могут созреть нормально в наших условиях, набрать сахар, и не только сахар, но и все ароматические вещества. Следующее, что нам необходимо, это разумная гигиена. Что я имею в виду под словом разумный? Тоже более подробно я буду останавливаться на очень многих моментах, но здесь кратенько скажу, то есть стерилизовать и все мывать серой, либо еще какими-то дезорастворами не нужно. Но тара должна быть чистой. Да, виноград мыть не надо, но он должен быть нормально перебран, без гнилых ягод и всего остального. То есть здесь должно быть разумное зерно. Следующее, это желательно-желательно нормальная тара. Что я имею в виду под нормальной тарой? То есть специально для этого предназначено. Это, конечно же, стекло, это, конечно же, емкости из нержавейки, хотя это вещи дорогие. Если пластик на начальных этапах, пищевой пластик, да, может быть, в дальнейшем все-таки нежелательно. Понятно, что если вы только начинаете, нет возможности что-то купить, можно ставить, можно делать, но все-таки лучше попробовать найти на вторичном рынке, особенно если у вас небольшие объемы. Старые стеклянные бутыли, они есть 10 литров, есть 20 литров, бывают 30 литров. На вторичном рынке все это есть, и все это можно найти. И в идеале еще было бы иметь хотя бы элементарный прибор для измерения сахара. Они бывают двух типов. Это такой поплавочек, я как-нибудь отдельно покажу в теме, наверное, про сахар. Поплавочек стоит, практически во всех хозяйственных магазинах продается, стоит 3 копейки, условно окунается в виноградный сок, и вы видите уровень сахара, либо второй приборчик чуть подороже, но тоже очень доступный. Вы просто капаете капельку, смотрите на свет, и на определенной шкале видите, какой уровень сахара. Для чего это нужно? Особенно для начинающих. Конечно, когда у винодела уже есть определенный опыт, то он может чувствовать, скажем так, определенные параметры сахара. Но если вы только начинаете, и в принципе, на самом деле, это очень удобно, то вы знаете изначально параметры своего виноградного сока, вы знаете, в какую крепость он выбродит, вы будете знать, если в какой-то момент у вас брожение остановилось, все-таки весь сахар выбродил, либо не весь, какой уровень алкоголя получится. То есть, на самом деле, это очень-очень удобно, и эту вещь я бы рекомендовала иметь. И последние важные моменты, это понимание того, что вы делаете, для чего вы это делаете, и, конечно, вдохновение. Потому что без вдохновения, без любви к тому, что вы делаете, получить хороший результат будет достаточно сложно. Ну а с пониманием я помогу, и в этом сезоне будут регулярно выходить видео, где я буду расписывать каждый процесс, чтобы это было понятно и доступно всем. Ну а на этом я с вами обращаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. До новых встреч!